Я вас вновь приветствую на кухне у Марты. Сегодня мы опять готовим одно из праздничных блюд. И я предлагаю сегодня сделать шпинатный флам и капусту по-грузински. Собственно говоря, это отличная закуска к крепким спиртным напиткам, если вдруг вы в какой-то момент окажетесь на природе. Это будет отличная закуска для вашей мужской компании, а может быть и для женской. Нам с вами сегодня понадобится шпинат. Для этого блюда шпинат нужно было бы купить свежий, и нам потребовался бы килограмм. Но, к сожалению, сегодня я на рынке свежего шпината не нашла, поэтому я купила свежезамороженный. Но, опять-таки, к сожалению, он попался мне вот такой вот мелко нарубленный, но в этом блюде именно нужен все-таки крупнолистовой шпинат. Ну, я думаю, что мы этим блюдо не испортим, но на будущее, если вы вдруг будете готовить, то имейте в виду, что если даже вы покупаете свежезамороженный шпинат, пусть он будет крупнолистовой. Ну, вообще, это гарнир. Считается, что это гарнир. Его можно как горячим употреблять, он очень хорошо подойдет и к мясу, и к рыбе. Можно употреблять как холодную закуску, например, с помидорным соусом. Ну, вообще, еще Дюма говорил о том, что французская кулинария, она держится на трех китах. Это сыр, вино и хлеб. Все остальное – это гарнир. Ну, с тех времен уже очень многое изменилось, и гарнир сегодня занимает достаточно уже высокие позиции, поэтому мы с вами сделаем вот такое вот основное блюдо. И не будем называть его гарниром. Ну, коль уж я заговорила сегодня о французской кулинарии, то не могу не похвастаться своей новой посудой французской. Это посуда из глины компании «Эмильянри». Сделана она именно из бургундской глины, без всяких каких-то химических примесей. Очень хорошо держит глазурь. И я как хозяйка довольна тем, что ее можно мыть не только руками, но еще и в посудомоечной машине. Вообще, для меня это праздник, когда на моей кухне очень много красивой, солнечной и вкусной посуды. Значит, мы с вами берем сейчас в мою большую красивую миску, складываем шпинат. Я его предварительно разморозила, как я уже сказала, отжала лишнюю жидкость, откинув на дуршлаг. Дальше мы с вами добавляем 150 граммов крем-фреша или сметаны. Я в наших предыдущих программах рассказывала вам, что такое крем-фреш и как он делается. Посмотрите обязательно предыдущие программы, вы это узнаете. Так, сюда же мы добавляем 5 яиц. Соль. Еще год назад, когда мы с вами готовили грузинские блюда, я говорила вам о том, что шпинат вбирает в себя очень много соли. Поэтому здесь нужно обращать внимание и, собственно говоря, не пересолить, ну и не досолить. Поэтому придется нам с вами пробовать. Так, добавляем щепотку мускатного ореха. Мускатный орех, на мой взгляд, придает блюду такой немножко грибной привкус. Черный перец. И 30 граммов твердого сыра. Я вам советую для того, чтобы сэкономить время, пока вы готовите или подготавливаете блюдо, советую вам включить уже духовку и поставить ее на температуру 220 градусов. Так, вот сейчас мы сюда это все опускаем. Блюдо, как вы видите, делается очень быстро. Буквально за 5-10 минут мы с вами все ингредиенты соединили вместе. И в духовке оно должно находиться минут 30. Ну, если, конечно, вам придется использовать не такой шпинат свежезамороженный или свежеразмороженный, скорее, как я, а вам придется его купить, то тогда килограмм шпината вам нужно будет залить кипятком буквально 5 минут. Поварить, откинуть на дуршлаг, очень хорошо выжать, чуть-чуть измельчить и, собственно говоря, потом делать все то же самое, что только что мы с вами сделали со шпинатом размороженным и мелкого помола. Теперь давайте попробуем. Соль обязательно. Вот сейчас вполне достаточно. Берем небольшой кусочек масла для того, чтобы смазать форму. Вот так ее обмазываем. И после этого выкладываем всю массу в нашу форму. Выравниваем ее. Посмотрите, какое красивое сочетание яркой изумрудной зелени и оранжевой формы. Все-таки согласитесь, что красивая посуда, она очень сильно влияет на настроение, на вдохновение, на кухне. Ну, а теперь все это помещаем в духовку. Вы знаете, пока сейчас в духовке находится шпинатовый гротан наш с вами, я хочу поделиться с вами еще одним рецептом. И он очень простой. Я думаю, что очень часто, либо заходя в магазин, либо приходя, опять-таки, в грузинские рестораны, вы видели в меню или видели на прилавке так называемую красную грузинскую капусту. В Грузии она называется гурийская. Но на самом деле сейчас повсеместно в Грузии стали готовить эту капусту, поэтому слово гурийская, оно, в общем, как рудимент, наверное, отпало. Вот. Это очень простое блюдо. Я вам сейчас покажу, как это делается. И говорят, что в морозец, на хорошем пикнике, на улице, да под водочку, это самое милое дело. Ну, в общем, я даю вам возможность самим это проверить. А сейчас я вам предлагаю просто вместе со мной попытаться это сделать. Довольно странная у меня капуста, такая вот конусообразная. На ярлыке было написано, что это голландская капуста. Но я нисколько не удивлюсь, потому что голландцы, они люди лихие на выдумку. Что нам для этого нужно будет? Нам нужна будет капуста, нам нужна будет свекла вареная, нам нужен будет лавровый лист, перец с горошком, чеснок и листья, именно листья, не стебли, сельдерея. Мы сейчас с вами укладываем это все вот такими слоями. Давайте разделим вот этот пучок на три части. И положим вниз сначала сельдерей, потом чеснок. Потом несколько лавровых листов. Потом вот так вот свеклу. И потом уже непосредственно капусту. Вот такой банки мне хватает на неделю. Я в субботу одну заряжаю, за неделю мы съедаем, следующая суббота подходит, мы едим последний кусок, опять заряжаю. И в общем вот так вот все происходит. Так вот я думаю, как мне лучше ее порезать, чтобы она не развалилась. Давайте попробуем это сделать вот так вот. И укладываем вот такими вот кусочками. Постарайтесь ее приминать. Каждый слой предлагаю вам пересыпать сразу солью. Вот так неполная столовая ложка соли на один слой. Дальше опять кладем сельдерей. Максимально заполняя им пустые пространства. Снова немного лаврового листа. Перец. Чеснок. Свеклу. Печерюшку можем убрать. Ну, капусту. Ну, я думаю, что, наверное, больше у нас с вами и не влезет. Так. Сюда мы вновь положим в пустые места свеклу. Так. Еще раз лавровый лист. Еще раз чеснок. Перец. Так. Ну и сельдерей. Отлично. Этот сок, который остался от свеклы, можно вылить сюда. Добавляем еще неполную ложку соли. А теперь добавляем сюда комнатной температуры воду. Вот так. Все. Больше нам с вами ничего не нужно делать. Теперь только время. В теплое место накрываем крышечкой, но не заворачиваем. Оставляем небольшую вот такую щелочку для того, чтобы выходил газ, который будет образовываться. И через пять дней капуста готова. Когда вы почувствуете, что она дошла уже до той кондиции, которая вам нравится, которая вам нужна, то вы можете переложить это в обычную пластиковую или, опять-таки, в стеклянную банку, поставить это в холодильник и пользоваться. А на следующую опустевшую баночку зарядить следующей порцией. Вот, собственно говоря, и все. Вот такая будет у вас хорошая закуска к крепким спиртным напиткам на холоде. Ну вот, пока мы с вами делали капусту, я думаю, что наше блюдо из шпината, шпинатный флан, уже приготовился. Как мы можем это проверить? Давайте возьмем деревянную палочку, просто проткнем и посмотрим. Если палочка остается чистой, значит, все, что внутри, уже пропеклось. Ну вот, она совершенно чистая. Значит, все готово, и мы можем блюдо вынимать. Отличный получился фланг. Ну что же, отличный получился фланг. Радуйте себя, радуйте своих близких, радуйте своих друзей, которые будут к вам приходить в гости. И дай бог вам хороших и веселых праздников. А если вы посмотрите все программы, в которых мы с вами готовили праздничные блюда, то я вас уверяю, у вас получится огромный праздничный стол. И вы можете пригласить не одну и не две пары, а хоть полмира. А я с вами прощаюсь. И до следующей встречи на Кухне у Марты. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!